чип-тюнинг да уж в общем еще пару лет назад может года три назад чип-тюнинг все воспринимали как что-то такое сверхъестественное это когда надо сочетать прошивку открытие там что-то поменять какие-то галочки там накрутить графики какие-то поменять короче типа потом на стенде катать или где-то ну то есть не на стенде а вот но катаются вот по прямым трассам там и так далее снимают логи так называемые ну то есть параметр работы двигателя дальше по этим логом что-то еще раз корректируют и таким образом прошивки получается что не так завода там что-то не доделали и пытаются короче ну добиться максимального результата вы не знаете это к чему относится это относится к машинам которые выпущены в 90-х январе всякие вот эти тазики короче которая действительно они они не имели ограничений то то есть там было действительно от пинка сделано грубо говоря до были тоже софты корявая как сейчас вот ну и там буквально надо было поменять софт и в принципе машина ехала отлично просто нужно было там именно вот настрой тонко-тонко настроить там что-то и выжить из нее еще там два с половиной процента мощности нет сейчас старые вот эти вот убеждения они уходят у меня мотористы мотористы профессиональные такие знаете со стажем такие в возрасте люди спрашивают а чё чё такое-то вроде в чип-тюинге я ему объясняю понимаете есть есть старые автомобили которые чиповать то не нужно не нужно а есть новое вот типа вот солярис и новые там вольцваген пола там вот эти вот вышли вот эти вот новые с европедали европедали с электропедали зачем электропедаль придумали не догадались за 5 секунд а чтобы можно было ее регулировать чтобы можно было программно ограничивать скорость нажатия не скорость нажатия программно ограничивать скорость открытия дроссельные заслонки то есть независимо от того резко вы нажимаете на педаль или плавно заслонка дроссельная по евро нормы должна нажать открываться медленно все равно и на тросики то этого сделать было невозможно но нормы до требуют вот они вели эти повально или и газ так называемый электропедали сейчас они завода идут зажатые ну что вот это значит например то есть как уже говорилось много раз идут разные двигатели под европу под россию под японию там и под америку и так далее один и тот же двигатель один и тот же вот все одно и то же мощность разная почему да просто у кого-то стоит ограничение по дросселю 70 процентов то есть она не накрывается никогда больше 70 процентов у кого-то стоит какое-то еще ограничение у кого-то этого ограничения нет допустим но у всех есть задержка по открытию бросили обязательно ну что так положено по евро норму это только один аспект евро но их вообще-то много например сегодня меня опять же интересный человек старый моторист объяснял что мог если нужно вот этот кусок металла автомобиль двухтонный переместить с точки а в точку б и проехать расстояние 100 километров то вроде как бы и бензина ты потратишь столько же только в зависимости от того будешь ты резко его там ускорять на светофорах или нет и соответственно с какой скоростью это это проедешь ну учитывая сопротивление воздуха и чего вы можете поменять то вообще то есть в чем чуть-чуть заключается то есть если ты сделаешь машину бодрее соответственно она и жрать будет больше а как-то вы говорите мощность увеличится на расход останется на том же уровне либо чуть-чуть даже снизится ну это кстати чуть-чуть это совсем чуть-чуть так что не обращайте внимание на слово снизится расход такого практически не бывает я всегда ставлю звездочку на этом месте бывает но редко я говорю на смотрим ну пройдая понимаю что ты как бы можешь так рассуждать теоретически до кусок металла грубо говоря две тонны весит вот ему проехать 100 километров он должен здравить там 10 лидра бензина это нормально расход то вроде ладно а если у тебя позднее зажигание ну конечно она будет нефти не эффективно работать и выбрасывать половину ну часть не сгоревшего не сгоревший топлива на воздушной смеси в трубу вот на современных двигателей так и сделано а зачем она сделана для того чтобы прогревать катализатор потому что катализатор должен работать на высоких температурах его нужно прогревать а когда он прогреется нужно поддерживать эту температуру и соответственно в некоторых режимах работы двигателя специально запазднивается зажигание для того чтобы выкинуть часть не сгоревший топливно-воздушной смеси в трубу точнее в катализатор запазднивается это тоже такое слово интересно сам придумал я еще мне я не помню что в русском языке было такое слово это тоже один из аспектов самый противный момент в этой ситуации то что по нормам евро 4 5 6 я не знаю если новее но температура двигателя должна быть выше чем у старых добрых моторов что соответственно приводит к преждевременному старению масла принципе то более сильному износу и производитель автомобиля кстати западло еще так скажем это теория заговора производитель намеренно в сервисной книжке пишут что интервал замены масла у вас 10-15 тысяч километров хотя по факту его надо иметь каждые три тысячи километров а так как температура двигателя вот она все время такая вот около 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 максимальная получается тем около максимально терпимая для двигателя этого и того и того чаще плен вот это вообще западло короче и этих евро норм гребаных но это уже теория заговора то есть я уже конкретно жестким таким вещам перешел то есть это теория это моя нет это не маятью ряд теория давидыча теории евгения кулешова там с беларуси знаете такого блогера теории практика то есть возьмите тазик обычный вот восьмерка восемьдесят четвертого года выпуска она же на воде ездил это у меня была тоже девятка чая воду заливал спокойно она не грелась то есть вентилятор включался во время и вода не успела закипать а сейчас посмотрите вентилятор включается на 100 1 на 101 градусе уже и выключается при 106 так блин там не то что вода закипит там тассол закипит поэтому и льет сейчас современная машина антифриз посмотрите какие требования стали к маслу именно требования то есть раньше или летом авто во все подряд ездили спокойно сейчас надо там api шмапи там 10 на 40 что такое там 5 на 40 чудо на придумывали какой-то херни короче потому что блин они специально все это придумали засранцы короче специально придумали все это дерьмо связи с тем что им надо все подряд продавать и масло и антифризы дорогие и вообще и автомобили чтоб изнашивались насколько это возможно быстрее и гарантийный срок то установлен ровно в то время когда вас двигатель должен сдохнуть если вы конечно будете обслуживать его официального дилера если вы будете обслужить у нас он не сдохнет так быстро но это я конечно не хвастаюсь просто мы то знаем толку двигателя сильное заявление на чаще такого блин рассказать то она с чего я начал то есть начинающий чип-тюнер так скажем даже еще не не чип-тюнер а человек который с интересовался данной темой думает вот я сейчас открою свою прошивку там что-то подредактирую короче вот там 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 всем короче тут она на верхах у меня поедет на низах были да вы чего да не бывает такого все уже это было на января вы можете редактировать всякие январе и там тазики м73 там блоки вот эти старые есть бесплатную программу пожалуйста редактируйте это если вы знаете что редактировать а вы знаете что редактировать вот я нет вы думаете я такой более профессионал крым капец да нет я понятия не имею что они там крутят эти калибровщики да их единицы по российской федерации снг бывшему по союзу грубо говоря бывшему единицы ну может с десяток людей которые умеют хоть что-то блин крутить в этих прошивках хоть что-то а сколько стоят эти модули это же просто огромные деньги если вы конкретном от вас там фольксваген например вам надо купить флешер кес например да это если подойдет или китак или еще что-то ну такое да там не получится сделать как раньше этим колой ником вы считываете прошивку открывать ее редакторе которые модуль на который стоит там еще 10 тысяч до допустим с плюсом редактор на короче да пусть здесь даже стоит ладно по моему так и есть это вы уже тысяч 20 потратили потом вы в этом редакторе нихера не поймете закажите прошивку профессионального калибровщика и зальюте ее обратно этим флешером чиптюнинг это очень просто на самом деле профессиональные ребята которые занимаются калибровкой прошивок они знают где эти падлы евронормы лежат в этих прошивках как отключить как их отключить вот как убрать это все негативное влияние которые вносят эти нормы и плюс немножко доработать прошивку насколько это возможно сделать а я уже говорил об этом вот и плюс поиграться софтами можно софты разные то есть если софт вышел первый второй третий четвертый пятый допустим как на приору 1797 я просто русский тазик беру для примера я яркого да там получается что первые три софта были не очень хорошие второе из них вообще не взаимозаменяем из-за панели приборов мы не вообще так в теории практически не взаимозаменяем вот так вот больше подходит так 4 5 софт там был получается елки-палки забыл по 4 5 софт был нормальный шестой последний который якобы должен быть лучше он был хуже наоборот вот вот я хотел сказать не всегда обновление приводит к хорошему результату этот софт сложно крутится его там тяжело настроить и он вообще не работоспособен по сути они я не знаю зачем это делает они там с ума сошли что ли то есть первые два глючно были явно хорошо окей заменили 4 5 нормальная крутибельная опять же непонятно я говорю то есть можно было с этими софтами работать они были хорошие нормальная то есть все последний какой-то корелый герой софт опять получился ну вот так вот меняем софт и играемся софтами меняем какие-то калибровки опять же какие калибровки мне вот например показывали до чем менять примерно я на это все посмотрел и подумал не нафиг давайте-ка я лучше вам заплачу и сами сделайте нормально потому что там сложновато для меня вот это вот залить слить залить прошивку это вот еще ладно накидолог посмотрите мой канал сколько проблем возникает даже с этой элементарной задачей читать прошивку и записать прошивку сколько проблем с этим уже я вам уже говорил то что тазики солярис и логаны там всяким но хен такие там кирио там это элементарно все шьется абсолютно дам выбираешь прошивку из базы не заморачиваешься несколькими и промами калибровками иммобилайзерами льешь и все короче флешер сам знает чули флешер сам знает в какую область нужно залить эту прошивку чтобы не повредить вам ваши данные которые у вас машине индивидуальной если брать программатор например катак который считывает полный дамп он тоже при заливке фула сохраняет какие-то важные вот эти вот параметры типа блин коды форсунок там надо для дизельных я говорю там область иммобилайзера тоже не трогает случае скажем если надо сделать клон там делается это все тоже в том числе всяко разно можно делать но самое вот просто это флешер то есть берите флешер что такое флешер грубо говоря шнурок и программка платная естественно она даже прошивку не читает то есть вы идентификатор видите подбирайте прошивку из базы и загоняете область калибровок или даже меняете софт и от вас ничего не требуется кроме как нажимать все время окей 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 далее 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 все не парьтесь даже с этим